Когда я стал капитаном города, я решил предоставить убежище некоторым гражданам, которые из-за своей отвратительной и отталкивающей внешности были объявлены на территории района персонами нон-грата. Одна из них была известна под именем Энни Запасная Жопа. Прямо на середине лба у нее находилась дополнительная задница, похожая на несущий гибель бронзовый глаз. Другой был скорпион с человеческой головой. Он сохранил признаки человеческого голоса и представлялся отвратительным пароксизмом жалости и отвращения к себе, во время которых он угрожал тем, что убьет себя укусом в шею. Он никогда не угрожал другим, несмотря на то, что его укус приводил к мгновенной смерти. Другая, также далеко не очаровашка, была похожа на гигантскую сороконожку с отвисшей брюшной полостью и парой человеческих ног. Она иногда подымалась при ходьбе, и ее тело многоножки раскачивалось перед нею. Другой раз она ползла, волоча за собой нелегкую ношу человеческих членов. На первый взгляд она представлялась гигантской, уродливой сороконожкой. Ее прозвали Многочлен, потому что она постоянно приставала ко всем, кого она только могла загнать в угол с сексуальными домогательствами. И последние, теряя сознание, обнаруживали себя в постели с Многочленом. Один дегенеративный гермафродит, известный как Сара, грошовая пизда, заявлял, что он лучший партнер в городе. Помимо всего прочего, он еще и джентльмен в лучшем понимании этого слова. Он добр и мил, что просто недоступна вам. Эти существа появились в стране, в которой священники проводили странные обряды. Из еще влажных, только что освеженных костей молодых людей, пленников из соседних племен, они изготавливали ящики. Мальчиков убивали, обвязав вокруг их шеи лозу и столкнув с ветки гигантского кипариса. Перед этим ветвь срезали и вырезали из нее огромный фалос размером в 15 дюймов в длину и 3 дюйма в окружности. Лоза, всегда растение яги, крепилась к концу ветви. Юношу выводили на край и сталкивали так, что он ломал себе шею, пролетев 8 фунтов. Потом к нему подходил священник и медным ножом вырезал из все еще бьющейся в оргазменных конвульсиях плоти кости. Из этих костей они с большой сноровкой и скоростью изготавливали ящики, отделывая их изнутри медиум. Гонцам приказывалось отнести ящик на особенную вершину, где камни давали необыкновенное свечение. В ящике заключались женщины, которых оставляли на вершине на 3 часа. Часто женщины умирали, но те, которые выживали, часто рождали чудовищ. Эти чудовища священниками считались одним из способов унижения людей перед богами в надежде на то, что те смирят свой гнев. Этих ужасных уродов ценили и селили в храме. Женщины, давшие жизнь наибольшему числу чудовищ, награждались золотыми звездами, которые им разрешалось носить по особым случаям раз в месяц. Они устраивали большой праздник, во время которого все собирались в круглом каменном храме без купола и падали вниз, принимая самые омерзительные и унизительные возможные позы, дабы боги видели, что они не желают иного удела. Привычка жить в грязи и унижении в конце концов стала причиной возникновения чумы, острой формы проказы, которая опустошила округу. Выживших уродов, у которых, похоже, выработался иммунитет к чуме, я решил поместить у себя в городе в качестве примера того, как далеко может зайти человек.